Добрый вечер всем еще раз. Возвращаемся к Red Bull Battlegrounds. У нас на повестке матч между командами HellRaisers и командами Virtus.pro Polar. По пикам вы, собственно, сами все уже видели. По положению команд в турнирной таблице. HellRaisers и VP Polar играют у нас по нижней сетке. Они, соответственно, проиграли Empire и VP Polar у нас проиграли Na'Vi. Только что по верхней сетке Na'Vi в финальной части игры просто разорвали команду Empire. Там Rampage был от хвоста, там было на что посмотреть. Если вдруг не посмотрели, смотрите немного попозже на YouTube на нашем канале. По данной игре HellRaisers на данный момент взяли Zews, Batrider, Ogre Maga и Jaggernaut. Со стороны команды Virtus.pro Polar, Lina, Trend Protector, Night Stalker и Morphling. VP Polar решили удивлять, но, скорее всего, Morphling у нас будет не керри для Illidan, как мне кажется. А я думаю, что Morphling будет у нас от Фобоса. Так было уже неоднократно. Рубик последним пиком для команды VP Polar и теперь по лайнам расстановка. Хотя непонятно. В принципе, Illidan у нас на Morphling уже играл неоднократно. И на Midlane, если не ошибаюсь, был у нас Morphling. Играл на нем год. И тоже у него все хорошо получалось. Ну и Night Stalker, сложно это будет или это будет керри Night Stalker на линии. В принципе, все может быть. Если Morphling отправить в сложную лину, отправить на Midlane, а Night Stalker отправить фармить в легкую, то выйдет вполне себе убивательный Night Stalker. Плюс Trend Protector, плюс Рубик умирать вроде как не должны. HellRaisers забирают себе Batrider, Zews, Ogre Maga, Jaggernauta и King of Pain. King of Pain у нас сразу же для Афонинджа. Дредд забирает себе Batrider, а Дредд, я смотрю, вообще облюбовал себе сложную линию. Во-первых, стоял на Enigma в первой игре, теперь стоит на Batrider. В сложный Дредд горит. Забирает себе Zews, Goddem берет себе Ogre Maga. Ортес будет играть на Jaggernauta и Queen of Pain от команды HellRaisers для Афонинджа. Со стороны команды VP Polar Illidan забирает Морфлинга. Фобос берет Night Stalker в сложную. FNG будет играть на Trend Protector, Lill будет играть на Рубике. И Лина, как я понимаю, отправляется у нас на мидлейн. Лина для года. Все, героев своих разобрали. Вообще, по тому, как выглядят команды, можно сказать, что ХР вообще не в оптимальной форме. Эмпайром слились, ну, серьезно слились. Там Империя практически не почувствовала команду HellRaisers, это мне так показалось. При том, что Эмпайр не сильно давили, не супер какие-то нереально крутые мувы исполняли. Просто спокойно, методично ХРов уничтожили и отправили в нижнюю сетку. ХР, по-моему, немного где-то подсдали. Со стороны команды Virtus.pro Polar давили с Na'Vi очень серьезно и смотрится ВП Polar хорошо. ВП Polar не так давно у нас Эмпайров наказывали, теперь вот Эмпайр с Виртусами не встречались. Хотя есть все шансы. Победитель данной пары выходит на финал лузеров и там Эмпайр уже ждет своего оппонента. Na'Vi отправляется у нас в гранд-финал этого маленького турнира. У Na'Vi все хорошо. Две игры, две победы. Na'Vi в гранд-финале ждут своих оппонентов. А ребятам здесь в нижней сетке, в канализации еще придется поковыряться за выход в свет. Гаддем. Отжимает здесь руну. Все это для Афониджи, конечно же. Хотя можно попробовать Гаддема у нас на клиф забросить. Но Гаддема в итоге просто поднимают. Квин оф Пейн забирает баунти руну, а на топ-лейне у нас РТС без проблем спокойно забирает руну. Со стороны команды Hellraiser. В любом случае, Ашеры забрали все руны, которые только можно было забрать на ранних левелах. На сложную линию отправляется Дредд. Помогать ему будет Гаддем. Здесь в легкой стейте Эридана. Или Дана будет саппортить Лил на Рубике. Фобос. Сложная линия на Найт Сталкере. Мидлейн для года от Хейеров. И ФНГ будет, скорее всего, стоять на нижней линии. А там, с другой стороны, где бы ФНГ ни стоял, Ливенк Армур действует по всей карте. И это просто маленькое чудо для команды Virtus.pro.polar. У команды Хейера. Афониджи на мидлейне на Квин оф Пейн. Гаддем вместе с Дреддом внизу мы это уже видели. Ну и на легкой линии стоит Ортес на Джиггернауте. И недалеко расположился Горец на Зевсе. Много будет зависеть здесь от Найт Сталкера. Как хорошо у нас выформит Фобос. Так, у нас Квапа проседает по ХП невероятным вообще образом. Но Афониджи отпивается в итоге батлом. Не успел я посмотреть даже, как у нас сильно настрелял Год по Афониджи. Все, вроде бы восстановился. Ортес тоже здесь на половине ХП. Фобос тратит воид просто, чтобы пофармить. Ортеса не мучает, не приближается к нему. У Фобоса цель нафармить необходимый левел, а дальше бегать по лайнам, наказывать всю команду. ФНГ уже показался на линии. Почти второй левел у него есть. У Элидана тоже. Пока что первый левел. Ну и у Лила первый левел. Здесь Дредд уже второй. И Годем тоже второй левел А. Горец тоже на линии не показывался. Фобоса пока не напрягает. Ну и Фобос нормально фармит. Ну да, по крипам, конечно, беда полнейшая. 2-1. С другой стороны, левел Фобос получает. Что он второго, что Ортес второго. Ну и по фарму свое Найт Сталкер рано или поздно вывезет. Я думал, что Горцу как-то и поагрессивнее можно играть. Но может быть ждут третьего левела, чтобы вообще во всеоружии у нас уже наказывать Фобоса. Третий левел у Найт Сталкера уже имеется. У Года в миде нул Талисман. Есть для фарма у Уквапы та же история. Фониджа совсем чуть-чуть остается до появления батла. Ну и у Года тоже немного осталось до того, чтобы купить себе боттл. Стоят друг друга ковыряют. Афониджа сильнее, конечно, по ХП проседает от Лины. У Лины 69 с руки, а у Квапы тоже 71 с руки. В принципе, все очень ровно. Только как не посмотрю на Афониджа, у него постоянно лоу ХП. Так, у нас Фёстблад со стороны команды Хеллрайзерс. Дредд. Дредд у нас никак не мог спасти своего тиммейта. Развалили Гадема и первый фраг забирает у нас ФНГ. Саппорт получает ФБ. Нормальный денег ФНГ капнул. Это, наверное, самая большая прибыль за всю игру. ФНГ будет, потому как зарабатывать тут деньги убийствами вряд ли сможет. Тренд Протектор, если только не пропрет хорошенько Трента в данном случае. Дредд остался жив, и он главный единица на ботом лейне команды Хеллрайзерс. Поэтому не такой уж и печальный размен вышел от команды. Год задувает в Афониджи. Афониджи на лоу ХП. Тут 2-3 удара, Афониджи бы умер. Ну, Блинкаут делает у нас Квапа. Тут надо помаксить Блинк, потому что слишком большой КД. Нет, Скримов Пейн у нас максит Афониджи. Готов фармить дальше. Ждет появление батла. Кстати, Гот, если еще раз задует у нас в Квапу, я думаю, что отъедет у нас Афониджи. Тут просто можно на дурака даже Драгон Слейв дать 3-го левела. Квапа должна умирать. Не подходит Афониджи и верно, в принципе, делает. Боттл ему прилетает, и теперь дела кое-как подправятся. ФНГ перемещается на центральную линию. Лина отправляется на топ-лейн. Тут ей везет на руну. Реген для Лины. Можно размениваться по ХП. Квапу можно накалять постоянно у Бетрайдера. 650 по золоту. Скоро появятся Транквилы для Дреда. А дальше Дред вполне может быть отправиться у нас с линии фармить собственный лес. Потому что Даггер обычным Бетрайдер зарабатывает не на линии, а исключительно в лесу. Пока никто, правда, не стакает для Дреда. Что это такое? Только отвлекся у нас Капитан, вся команда расслабилась. Кому-то надо идти и начинать стакать. Фобос не должен этим заниматься. Этим должен заниматься... Ой, Фобос. Фобос, конечно, не должен этим заниматься. Он за ВП Полар играет. Да, этим заниматься должен Гаддем. Вот Гаддем и перемещается. Ну и Фобос пошел у нас блочить спауны. Какой хитрый, неприятный Найт Сталкер. Это означает только одно. Даггер от Дреда откладывается на непонятное количество времени. Выход у нас на Афонидже. Ловит Лайт Страйк Эрейд. Задувает у нас Год и НС забирает этот фраг. Фобос забирает первый фраг для себя и второй для своей тимы. Почти тысячу по золоту выигрывает Виртус Пром и по экспириенсу ХР. И впереди, тем не менее, 600 в их пользу. Шесть стаков на Эллидане Напалма. Но тут Дредд не доберется просто до Эллидана, потому что есть Лил. Лил поднимает у нас Дредда. И все, Firefly Дредд, просто чтобы хоть как-то подсейвить. Квапа здесь пытается убежать отсюда. Эллидан, скорее всего, уйдет. Лил тоже должен уходить. Нет, Лил у нас в итоге не уходит. Догорел, Квапа развалил у нас Рубика. Первый фраг для команды Hellraiser с Эллидан. В принципе, все, Эллидан фуловый под собственным Т1 стоит фармить. Найт Сталкера гонят у нас на топ руне. Фобос еле-еле дышит здесь, но скорость бега у него повыше, чем у Гадема. У Гадема есть Fireblast. ФНГ, если что, подсейвит у нас Фобоса. Ну и ФНГ, бедняга, вытерпел весь у меня слэш от Артеса. И Артес у нас еще и варды умудряется разбивать в Blade Fury. Года видят? Нет, Года здесь не видят, но Года сейчас здесь увидят. И Афониджи уже готов рваться в Году. Афониджи на лоу ХП. Дождался от Лины. Лагуна Блейд. Все, Год жив, а вот Афониджи нет. Напротив, не жив. Афониджи отправляется в Т1, но 3 в 2. Счет на данный момент. У Года восьмой практически левел. Сейчас уже ПТ должны лететь. Да, ПТ есть. Для Года... Ну и Лагуна Блейд имеется. Больше пока ультов в составе команды Virtus.pro.polar нет. У Морфлинга только-только шестой собирается. У Дреда в это время шестой есть. И почти седьмой для Дреда. Но если оставить одного Иллидана здесь на Морфлинге, то Дредд и здесь сможет свой Даггер вынести. ФНГ собрался заходить в спину Гаддему. На лоу ХП у нас Артес. Фобос его гонит. И на подсейв Артеса прилетает Зевс. Чем, правда, Зевс может подсейвить у нас Джаггернаута, я слабо понимаю. Регена у Джаггера пока что нет. Хилингвард вообще не качал у нас Артес. Пошел в лес пилить крипов. Ладно, окей. Год постоянно-постоянно через Драгон Слейв накаляет здесь Афониджи. Афониджи уж скоро руки трястись начнут. Гаддем никак не может Задевардить. Не может понять, что с крипами. Почему? Что случилось? Почему же здесь нет еще одного спауна? Теперь вопрос к вам. Почему же здесь нет спауна? Спауна здесь нет, потому что у Гаддема нет до сих пор в центре вардов. И он никак не может Задевардить этот спот. Ну, уже можно было бы понять это. Сейчас вообще не будет ни одного крипа. Еще эту пачку Дредд заберет и все. И провал. Но надо сентри купить хотя бы кому-нибудь. Я не знаю, я что ли буду за херов этим заниматься. Ни у кого нет сентрей в Курьере. Сентриков тоже нет. И Горцу самое время приходить здесь Девардить. На Дредда выходит Фобос. Дредда должны здесь забирать. Лагуна Блейд под хвост Дредду. Дредд отправляется в таверну. 4-2. ВП Полар по золоту. 750 по экспириенсу в ноль идут команды. Морфлинг тем временем на нижнем лине фармит. 42 на 21 у него. У Артеса 49 на 13. По Нетворцу на первом месте у нас год. 43600 для Артеса. 3300 для Морфлинга. Готовится встреча в лесу команды Хеллрайзерс. Года под фаербластом. Пригвоздили здесь на месте. Год должен умирать. Афониджи на лох ЭП. Фобос гонится у нас за Афониджи. Успеет ли Блинкаут сделать Афониджи? Не успевает. Через Войт ДК Фобос забирает у нас мидера команды Хеллрайзерс. Ну и Лину тоже разменяли в пустоту. Но для Квопы гораздо больше здесь плюсов. Она получила экспириенс и получила золото от смерти Лины. Поэтому Хейры должны остаться в плюсе. Так и видите, собственно, так и случилось. В Файт Рикапе все это прекрасно отображается. 5-3 счет на данный момент. ВП. 1500 по золоту, по экспириенсу 750. Наконец-то Задевардили пришел на помощь Горец. Хоть как-то исправил ситуацию с Даггером Дредда. 1300 на данный момент. Дредд до сих пор не приобретает себе Транквил и не видит смысла в этом. Тут пока нет Даггера. Дредд в принципе бесполезен, поэтому от Транквил толку никакого не будет для капитана команды Хеллрайзера. Ну и стак у нас фактически прогорел от Дредда. Можно было еще один спаун сделать. Дредд этого не сделал, но где-то недоконтролил чуть-чуть. Но это важно, это важно. Это может отсрочить твой Даггер на 30 секунд, на 40, на 50, на минуту. И за время появления, точнее за время отсутствия Даггера, 1-2 фрага для команды ХР так и не получится. Лил крадет у нас... Это ничего, нижнюю крадет от Гордца. Можно было даже ничего вообще не красть. Эллидан должен забирать у нас Тауэр на нижнем лайне. Сюда уже на подсейф летит Огр Мак, но это как-то поздновато немножко. В итоге в никуда отправляется ТП у нас от Огра. Огра остается на топ-лейне вместе с Артесом. Под Смоком готовится выйти у нас на Года, как я понимаю. Дреда, по-моему, Год уже пытается забрать. По-моему, здесь где-то размах на Лагуну Блейд готовится. И отвалился у нас ФНГ. Никакой инфы никто из игроков не дает. Пока непонятно, куда у нас делся ФНГ. Когда он вернется, тем более непонятно. Ну, ждем. Не думаю, что ситуация будет такая, как с Na'Vi. Все-таки только один на ФНГ отвалился в составе Поларов. Там вся команда отлетела, все пять человек. У Морфа появляется Ринг оф Хеллз. В коем-то веке Морфлинг у нас выходит в Линкинг Сферу. Обычно игнорируют данный артефакт. Морфлинги у нас в составе любой команды. Как-то все в дэмэдж, в дэмэдж, максимум в статы. Через Айв Скади. А Линкинг Сфера давным-давно забытый артефакт. Ну, все, кроме Элидана, так делают. Элидан по олдскулу решил зайти. Уже приобретает себе Ринг оф Хеллз. У Афониджа на Мидлейне имеется Бутс оф Спид. Нул Талисман, есть Боттл. Ну и Глосс оф Хейст тоже, если что, для Афониджа есть. Через 400 пал появится ПТ. У Лины ПТ уже был. У Лины помимо ПТ еще, кстати, практически ЕУ собранный. Ну что, возвращается у нас ФНГ. Смотрим на годы. Мне кажется, год не жалеет. У нас здесь Бетрайдер 420 хп. Еще одна тычка летит здесь в Дреда. Ну и Лагуна Блейд сразу же влетит в Дреда. Смотрим, что будет здесь с Дредом. Вот что будет здесь с Дредом. Дред отправляется в таверну. Просто через Лагуна Блейд. Ну и году лучше бы бежать отсюда. Ливен Кармор на год, а год в итоге умирает. Квапа забирает данный фраг. Ортес полностью разрультился в одну несчастную Лину. Лина отправляется в таверну. 500 осталось насобирать до появления ЕУла. Был бы ЕУл, можно было бы избежать здесь. Врыв Ортеса. Но ЕУла не было. Вот вам и пожалуйста. Дред тоже у нас до сих пор без Даггера. У Бэтрайдера еще до Даггера 400, даже 500 по голде. Иллидан подпушил уже по Т2. Есть у него на данный момент Персик. Ну и немного по золоту есть. Кстати, на втором месте идет Иллидан на спуфарму. На первом месте по-прежнему Гот на линии. Дальше Ортес на Джаггернауте. Ну и на четвертом месте Дредд. Бэтрайдеру все еще не летит Даггер. И Даггер пока что непонятно где нас собирает. Но тут в лесу Дредд немножко может все-таки нас собирать. Но опять же с этой пачки Даггера не будет. Чуть-чуть еще останется. Еще нужно один респаун. И надо еще, еще бить крипов. Уже идет 13 минута. Даггера по-прежнему нет. Кстати, ФНГ у нас приставит по ХП. За ним гонится здесь Ортес. ФНГ скорее всего здесь умирает. Умирает ФНГ. А на мидлейне развалили Огрмага в это время. Ловят здесь Горца. Горца забирают. Дредд через Лассо пытается с Лилом хоть что-то сделать. Лил живой. Дредд на лоу ХП. И сейчас если бы убили Дредда, то Даггер по-прежнему непонятно когда бы появился. Появляется Юл для Лины. Ну и команда Хэлл Рейзерс пока что давит у нас Т1. В принципе без проблем должны забирать. Ливен Кармор здесь сбивается. Ну и Гот вряд ли здесь. Хотя может и доковырять, кстати, за Денай Тавер. Ну же Гот. Нет, Джаггер забирает у нас Тавер. Фобос побежал у нас за Ортесом. У Ортеса нет, он не слэша. Еще долго его не будет. Ну и все. И Блейд Фьюри, и ТП Аут как можно быстрее. Даггер появляется для Дредда. Ну и что там. В серьезных артефактах ничего. Это появляется ПТ для Рубика. У Фобоса ПТ и Урнов Шадо. Все я жду, когда появится Найт Сталкер в пике команды Нави. Там да, там конечно его банят. Это все неприятно. Но Найт Сталкер для Арт Стайла это просто классика классика. Все не появляется. Все никак Нави не удается урвать данного персонажа. Мне кажется Найт Сталкер от Арт Стайла даже интереснее, чем Путш. Например от Дэнди. Намного причем интереснее. У Иллидана 1250 на руках. Есть Персик. Готовится выйти Иллидан в Алтимой Тор подальше Линкен Сферу. У Года уже есть Юл. Поднимает здесь Ветра Фониджи. Так, моментально Года ловит в лосо здесь Дредд. Года должны разобрать. Разбирают Года. Лил пошел в Омни Слэши. Летать здесь по всем. Ну и все. Лил заканчивает Омни Слэшить. Лила отправляют в таверну. Хелл Рейзерс. Два фрага на ровном месте. Тысячу зарабатывают по голде здесь Ашеры. И по Экспириенсу 2000 тоже в пользу команды Хелл Рейзерс. 8-7 становится счет. По золоту ВП все что выигрывали постепенно проиграли. По Экспириенсу в пользу ХР уже идут графики. 750 для них. Все что было в Иллюзию... А нет, в Иллюзию или кого убили, я так не понял. Неужели это в Иллюзию все пытались вкастовать? По-моему так. Так, Соник Вейв от Клопы просто в никуда у нас пошел. Со стороны команды Хелл Рейзерс Артес выходит на Роху. У Артеса еще нет Яши. Артес тем не менее решил позариться на Рошана. Не получилось. Да и опять же, недалеко команда ВП могут в принципе и отогнать. Фенгал у меня до сих пор зеленой точечкой на мини-мэпе. Отражается. Хотя вроде как тренд протектор у нас в игре. И тем не менее. У Морфа 2000 на руках. Иллидан уже практически приобретает себе Ultimate Orb. Два крипа и все. И покрепче станет Морфинг. Пока что в файтах он не участвовал. У него есть один ассист, но при этом ни одного убийства, ни одной смерти. Ну с руки Иллидан уже неплохо так наваливает. У него уже 116 плюс 19. Ну нормально, очень даже прилично. Почти 140 с руки от Морфинга. И 1000 по ХП. Хороший уверенный показатель. Фенгал в спину Горца выходит. Можно попытать его развалить. Попытаться Морф не врывается на Горца. Здесь уже недалеко Дредд. Как бы сам Иллидан не развалился здесь. Фенг ТП Аут. Увидели его. Гаддэм. Файр Бласт. Фенг развалили. 8-8. Иллидан тем не менее покупает себе Ultimate Orb и быстрее отсюда бежать. Ну Файр Бласт будет и выйдить. За счет Линки также будет и выйдить здесь у Бэтрайдера Лассо. Ну и в принципе все и так неплохо. Ну и опять же от Зевса серьезные такие касты по дэмэджу. Тут действительно Линка очень важный артефакт для Морфинга. И игнорировать его нет смысла никакого. Опять здесь Репликейт Морфинга. Я думаю разведут Афониджи еще на один ульт. Вот только-только откадешился. И сейчас Суник Вейв наверное будет в Лин. Надо байтить на себя Лин. Ульта пошла от Зевса. Видят в принципе всех. Артеса у нас подтягивает в себе. Артеса разорвала. Дредд на лоу хп вытягивает Года. Года убили. Дредд на лоу хп так и погибает. Иллидан начинает перекачиваться за Афониджи. ФНГ далековато. У Афониджи есть Блинк. Делает отсюда Блинкаут. У нас мидер команды Хеллрейзер. Ульта пошла от ФНГ. Гаддем на лоу хп. Хилингвард здесь пытается выхилить Гаддема. Пока что получается. Все развалили Хилингвард. И Фобос не должен отпускать Гаддема. Файрбласт через 2 секунды. Но здесь есть Войт. Гаддем никуда не улетает. Фобос просто забирает у нас саппорта команды Хеллрейзер. В итоге подрались в плюс для команды Виртуус Про. 770 они заработали в этом файте по золоту. И 3. 500 по экспет тоже для команды ВП Полар. У Виртуусов, если не ошибаюсь, ни у кого нет Мекки. И я смотрю, не планируется ни у кого Мека. Лина выходит у нас постепенно в Шадоу Блейд. Уже имеется Амулет. И что? И Горец у нас, по-моему, приплыл. Под ноги стан. Лагуну Блейд не надо жалеть. А можно и пожалеть. И без этого руками просто развалили. Опять же, здесь Фейт Булт был. Недалеко был Лил. Помог справиться своему мидеру. Забрали просто так Зевса. Потратили чуть-чуть маны. Ульты сохранили. Джаггер на нижнем лане. Бежит за ФНГ. А это не ФНГ. Это Репликейт. И должны знать об этом. Видят ФНГ. Здесь Артес. Но не надо же. Не надо так. Нет, Артес никуда у нас не собирается. Просто разобьют здесь Репликейт. А ФНГ спокойненько через Т2 между деревьями бежать. Не повезло, ФНГ чуть было не нарвался здесь на конвой из четырех игроков команды Хеллрейзерс. Дредд пошел фармить Чужие Леса. У него уже есть рецепт на Форс Тафф. Есть Тафф у Физдерда. И осталось совсем чуть-чуть до приобретения Форс Таффа. Ну и чуть-чуть осталось до Транквил. Фобос провязал ульту. Горца должны видеть. Но врываться Фобосу на хэкграунд бессмысленно. Здесь Артес его уже ждет. И Горца никак отсюда не увезти. Оставили одного Зевса. Зевса очень быстро здесь разорвали. Зато команда Хеллрейзерс жива. Я думаю маневр был специально для этого проделан. Чтобы хэры умудрились убежать отсюда без потерь. Да, потеряли Горца. Но это саппорт. Ему самое время умирать. У Лины появляется Шадоу Блейд. 13-10 у нас счет. По золоту ВП выигрывают 1000. По экспириенсу они выигрывают 300. Ну, это при том, что на 3 фрага больше. Это говорит о том, что хэры побольше фармят. И посерьезнее реализуют своих персонажей. Когда еще станет 13-13, то явно графики поползут в пользу команды Хеллрейзерс. ФНГ. Не видел здесь Афониджи, а зато ФНГ видели. Я должен Афониджи цеплять. У нас ФНГ нет. Не погнались. Все-таки недалеко здесь Фобос. Недалеко здесь Гот. У Рубика есть ПТ-970 сверху для Лила. Будет ли он собирать здесь Аганим? Ну, не знаю, есть ли смысл на самом деле. Да, Аганим вряд ли здесь будет собран. Разве что Соник Вейф у Квапы нормально украсть. Но боюсь я, что если в Лила с Аганимом или просто Соник Вейф запустит Квапа, то от Рубика просто-напросто ничего вообще не останется. Дредд врывается у нас на Фобоса. Вытаскивает его на реку. Здесь уже его ждет толпа. Пошел здесь ульт от ФНГ. Минус Иллидан уже. Минус ФНГ. И, скорее всего, Лилл тоже умрет. Еще один удар от Горца. На верхнюю не хватает. Но тут нижние справились. Три в ноль подрались. Просто не почувствовали команду ВП. Фобос на лоу ХП в панике делает ТП-аут быстрее под собственный фонтан. Фобос собирается выйти у нас в Аганимом. Может быть, стоило укрепиться. Потому что слишком мягковатый у нас Найт Сталкер. Т1 ХР забрали. Да вот, пожалуйста. Счет стал 13-13. Через полминуты обновим графики. Увидим, что там происходит. ХР должны очень серьезно опережать теперь команду Виртус Про Полар. И Артес у нас первый по фарму. И Квапа не сильно отстает от Года и от Иллидана. Ну и Дредд тоже у нас, в принципе, в пятерке держится. Ну все, смотрим графики. Пожалуйста. ХР по золоту полторы тысячи. Проигрывали полторы при этом. И по экспириенсу ХР тоже впереди. У них почти тысяча. Преимущественно от команды ВП Полар. У Тренд Протектора полнейшая беда. У него один бутсов спид и Мэджик Вонт. И все. И больше Тренд Протектор ничего сделать не может. ФНГ четыре раза умирал. Один фраг сделал. Ну и думать о каком-то агониме слишком рано. Так, у Года появляется Огр Клаб. Лина, скорее всего, готовится выйти в агоним. Вряд ли это будет Блэк Кинг Бар. Ну, наверное... Хотя БКБ тоже, наверное, не лишним. Все-таки очень много дэмэджов вносит Афониджи. Здесь и Зевс. И Огр Мак контролят у нас Лину. Да, пожалуй, что БКБ поприоритетнее здесь будет, чем агоним от Года. Ортес, вторая попытка выйти на Рошана. Теперь есть Манта Стайл. Есть Мом, есть Фейс Буцы. Роха сыпется. Хилингвард Ортес даже не юзал. Потому что и без него можно справиться. Ну и нормально сам отъедается от Рошана. Не проблема, в принципе. Агоним для команды Хэлл Рейзерс. На Роху Виртус Про Полар так и не выбрались. Они в это время перемещаются на Ту Плейн. Но здесь один Лил и недалеко от него Фобос. ФНГ в Инвизе. Должен видеть Афониджи. Будут ли врываться на него? Нет. Афониджи у нас слишком нестабильный. Овергроус пошел у нас от Года. Поймали Афониджи. Развалили Квапу. Пыталась сделать блинку на сквинов Пейны. Так и легла бедняжка. Отдохнуть немножко на землю. 14-3. Иллидан. На Годема. Дред недалеко. У Дреда, правда, нет лосок. Годем пытается у нас улететь. Лайт Страйкерой пошел от Иллидана. Годема должны здесь убивать. Вейформ есть. Поднимают ветра у нас Годема. Под ноги Лайт Страйкерой. Расковыряли. Доминейтинг от Года. 15-13. ВП Полар не собираются отдавать преимущество ХРам. И демонстрируют это очень наявно. Хелл Рейзер с 2000 выигрывали по... Даже 2,5 по золоту. По Экспе выигрывали 1800. Ждем обновления графиков. Агони появляется для Найт Сталкера. Ну что, Мекки... Ну а на кого надеяться в вопросах Мекки? Став у Физодри появляется для Тренд Протектора. И все. Пока что больше ФНГ ничего себе не заработал. 23 крипа всего у нас убил Тренд Протектора. Отправляется в лес. Хоть чуть-чуть подфармить. Под Блад Рейджинг. Ай, под Блад Ластом. Точнее, от Рубика. Ну и Лил тоже у нас фармит леса. Лилу нужен Даггер. Лилу нужен Даггер. ФНГ нужен Агоним. В итоге Агоним есть у нас у Найт Сталкера. И все. В принципе, все. Год приобретает себе Поинт Бустер. Год готовится выйти в Агоним. Откладывается появление Блэкинг Бара у нас у Тлины. Ну, команда ВП начала более активные действия. Поэтому нападение будет, скорее всего, от них. У Фобоса есть Агоним. Вижена, в принципе, предостаточно. Поэтому подставляться ВП не должны. Отсюда и не особое желание Лины собирать БКБ. Лучше сейчас пойти в дэмэдж, чтобы сразу выключать какого-то важного героя. Того же Артеса в Блэйд Фьюри вообще будет не лишним. Дредд, Файерфлай. Видят здесь Найт Сталкера. Оставляют его в покое, потому что Смоук не слетел. Понимают, что никакой это не Найт Сталкер. Фобоса ловят у нас в итоге на первом споте крипов. Офар Тес распилил здесь Фобоса пополам. И никакой Ливинг Армор здесь не помог у Транет Протектора. В итоге забрали важного героя команды Виртус Прополар. Гонят дальше Иллидана. У Иллидана есть, если что, репликейт. Где этот репликейт? А вот здесь он. Иллидан нас отправляется в собственный лес фармить. Есть Геоцептер и 1200 на руках у Иллидана. Готовится выйти в Этериал Блэйд. Мейнкерри команды Виртус Про. По золоту Хейры 1500. По экспириенсу абсолютно та же история. Один в один. Артес на Джагере. Пилит у нас Т2. На мидлейне ничего не боится. Хилингвард здесь стоит. А Эггис есть также у нас у Артеса. Собственно, чего ему бояться? Омнислэш тоже имеется. В идеале, конечно, надо еще 16 левел получить, чтобы был третий Омнислэш. И тогда проблем у Джагера быть не должно. Он первый по фарму. Так, у нас Рубик забирает Хилингвард. И это очень полезный спелл для Рубика. Пока не юзают. Фобос недалеко. Ну и команда Хейр отходит. Ненадолго, правда, отходит. Лассо есть у Бэтрайдера. Артеса должны попытаться разобрать. Лагуну Блэйд год не тратит. Понимает прекрасно, что есть Эггис у Артеса. И Лагуну Блэйд не надо здесь тратить. Лил. Под Лассо Дредом моментально разваливается. Афонид же забирает у нас за счет Суни Квейва сразу двоих героев команды ВП. Ну и это Келлинг Спри еще и для Дреда. 15-16 становится счет. ВП стояли, стояли и достоялись до того, что теперь непонятно что делать. Двоих потеряли на Гаддем. И выходит Фобос. Гаддем просто хлопая в ладошь улетает на собственный фонтан. По золоту Хейра укрепили свое преимущество. Сейчас две по Экспе. И по золоту тоже по 2000 преимущество команды Хэлл Рейзерс. Почти полчаса сыграли. Давайте посмотрим на вещи. У Афонид же Ultimate Orb. БКБ есть 10-секундный. Пока что не юзал Аквопа данный артефакт. Ну у Талисман ПТ. У Лины, которая стояла против Афонид же, на которой играет Гот, уже готов Аганим. И плевать вообще на Квоповский Блэк Кинг Барлине. Со стороны команды Хэлл Рейзерс. Дальше. По составу. Ultimate Orb есть у Артеса. 2500 на руках. Осталось всего лишь 1300-1400 до Скади у Бэтрайдера. Есть Форстаф. Есть Блинк Даггер. Бутс оф Тревел. И Окрклаб для Дреда. У Гаддема. После Аркан Бутсов остается еще 1700 до появления Аганима. Ну и Зевс. Мы смотрим Форстаф, Транквил Бутсы, Солринг. Но Зевс у нас саппортит, поэтому какой-то серьезный фарм от него ждать не стоит. Хотя неплохо еще держится. Топ-7 на карте. Нормально себя чувствует. У Рубика есть Даггер, есть Пауэр Трэдс. У ФНГ печаль полнейшая по фарму. ФНГ у нас еле-еле здесь насобирал себе на Ставфа Физдадли. Пока что 760 сверху и больше ничего. Иллидан в это время забирает Т2 на топ-лейне. Команда Хэйр забрала Т2. Тауэр на топ-лейне забирает Иллидан. Ну и Т2 разбила команда Хэлл Рейзерс на нижнем лане. Ортес фармит дальше. Ему совсем чуть-чуть остается до появления Скади. В принципе сейчас может Скади и появится. Нет, чуть-чуть их. А нет, все, должно хватать. На Скаде Ортеса. Где Курьер? Курьер у нас в файте. Никто ни с кем не дерется. ФНГ. Цепляет здесь Гадема. Налог ЭП Гадем. Лил украл Бладласт. Опять не самая удачная кража вообще. Ловят Фобоса. Забрали уже ФНГ. Забирают также Фобоса. Омни Слэш пошел от Ортеса. Развалили также Рубика. Дальше за Ортеса. Этериал Блэйд в никуда фактически. От Элидана. Элидана здесь не отпустят. Должны забирать здесь Элидана. Элидан у нас улетает на Репликейт. Где Репликейт? Вот здесь Репликейт недалеко. Ну Элидан. С Этериалом ничего сделать не смог. Забрали только Зевса. Но это самый вообще дешевый парень в составе команды Хеллрейзерс. Это не проблема. Ашеры выходят на хайграунд. Стоит Хилингвард у Ортеса. Нормально. В принципе по статам. 2-300 по ХП есть для Ортеса. Драться тоже может вполне себе уверенно. Если кто-то подойдет, то должен убивать. Угодно. Не хватает маны до Лагуна Блэйда. Надо идти срочно регениться. Потому что просто так не забрать здесь Ортеса. 16-19 ХР. По золоту 3000. По экспириенсу 4 с копейками. Поймали у нас Дреда в собственном лесу. Год вообще стер у нас в порошок абсолютно. Капитана команды Хеллрейзерс. Есть Лагуна Блэйд. Юзай Лагуну Блэйд. Простая схема для игры такими героями, как Лина, как Леон. Если есть ульт, ульт должен быть проюзан. Все очень просто. Ну и опять же, разменять ульт, который кдшится у нас всего ничего тут 50 секунд. Разменять важного героя в составе команды Хеллрейзерс, я считаю, только плюс для команды ВП. Все это прекрасно понимаем. Но и Дреда не будет еще 30 секунд. Можно за это время попытаться развалить Т2 по мидлейну. Недалеко у нас Афониджи пасется здесь. Есть здесь Гадем. Гадем еще собирать и собирать до Аганима такими темпами. Там 1100 надо насобирать, но только контрят Гадема. 1-4-5 счет у него. Может так и не дойти у нас в итоге до Аганима. Гадема здесь стараются по всем вообще правилам развалить через Атериал Блейд. Но выживает у нас в итоге Гадем. Пошла погоня теперь за командой Виртус Про. Убивают Рубика. Гадем жив. Да, сильно бит, но при этом живой. Ну и уже Дредд появился. Дредд быстрее, быстрее, быстрее на Т2. Ну и если ворвутся сюда игроки команды ВП, тут Дредд их встретит. Года ловит у нас Дредд. Выталкивает себя. И Год скорее всего здесь разваливается. Соник Вейв от Афониджи. Дальше за Фобосом. Блинки есть от Хвопы под Фобоса. Фобос вряд ли отсюда улетает. Нет, улетает у нас Фобос. На 50 ХП, по-моему, Фобос там отскочил под собственный фонтан. В итоге только двоих потеряли ВП. Ну и на лоу ХП Гадем уходит у нас хилиться. ХР чувствует себя намного увереннее в файтах. И всем своим видом это демонстрирует. Ну а ШР в 3000 с копейками по золоту. По экспириенсу пятерка тоже для команды Дредда. В принципе, преимущество это ощутимо. Потому что последние файты ВП проводят крайне неуверенно. Хекс появляется для Афони Джона. До этого был неприятен для команды Virtus.pro Polar. А теперь вообще непонятно, что делать. У Лины ничего на подсейф нет. БКБ Лина так и не собрала. И пока что не собирает. Но если увидит Хекс, я думаю, Год сразу же задумается о появлении Блэкингбара. Адаптив страйк в Горца под Этериал Блэйдом. И просто что вейформ от морфинга не попал у нас по Зевсу. А так бы Зевс развалился. Горца ненадолго будет хватать. И опять же, на морфинге будут появляться сейчас необходимые артефакты. И дэмэдж только будет повышаться и увеличиваться. У ФНГ почти насобирался Аганим. Ну надо же. ФНГ терпел, терпел, терпел. Но у него всего-то нетворс на карте 4-100. Это худший нетворс вообще на карте. И здесь вот эти все 4-100 у него в принципе с собой. Один несчастный Бутсов Спид. Все остальное в Аганим. ФНГ решил вот так вот пойти. Ну и скорее всего это правильно. Возможно даже Тренту не лишним было бы приобрести здесь Мидас. К 35-й минуте уже бы, наверное, Аганим был бы готов. Хотя ФНГ и так неплохо. На своем герое может лес фармить. Дэмэджа у Трент Протектора достаточно. Поэтому можно обойтись без Мидаса. Хэры на хайграунд команды ВП. В это время ВП решили по низу подпушить Талор. Т3 должны забирать. Так, пошел у нас врыв на Лила. Лила остается в итоге живой. Дредд пытался вытащить Года. Год взлетает у нас собственный Еул. Ну и Года здесь убивают. Вбивают Года. В это время Иллидан ковыряет. Дальше Бараки. Неужели Иллидан умудрится здесь еще кого-то убить? В Дредда врыв от Иллидана пошел. На Лоу ХП здесь Дредд. Иллидан дальше за Дреддом. Дредд. Блинкаут быстрее. Годема должен забирать здесь Иллидан. Или не должен. Что ж такое? А Годем умирает в итоге. Адаптив страйк от Иллидана. Дредд. На Лоу ХП здесь Мидлейн. Рассыпался. Команда Хэр забирает Мидлейн. И Иллидан практически в соло забрал у нас нижнюю линию. Разваливает еще и Дредда. Вот это я понимаю файт от Иллидана. Ну и все. А теперь с чистой душой и чистой совестью на собственный фонтан. Забрал линию абсолютно единолично. Морф еще и двоих с собой в таверну отправил. И не умер. Что интересно, Иллидан у нас не умер на линии. Зарабатывает деньги на Блэкинг Бар. Спушивает нижнюю линию. Да, команда Виртус Про потеряла Мидлейн. Но это не так страшно, как потерять боковую линию. Теперь по флангу заходить гораздо проще. Уже рисуют рисуночки. Здесь команда Виртус Про. Кто это у нас тут такой маляр? Нет, это у нас нарисовал Дредд. Я так понимаю, будет движение команды Хэллрейзерс по нижнему лайну. Смотрим на графики. Хэры в плюсе 7000. По экспириенсу 7500 тоже в пользу команды Хэллрейзерс. Но такой мув вот Иллидана, я думаю, немножко на место Хэллрейзерс поставил. И самое неприятное для команды Хэллрейзерс то, что Иллидан набирает обороты. Джаггернаут вряд ли у нас сильно законтрит морфлинга. Слабо в это верю. Во-первых, есть вейпформ. Во-вторых, рано или поздно Монтостайл, наверное, на морфлинге появится. Да и есть репликейт. И Джаггер со своим умни слэшем просто будет, мягко говоря, бесполезен. Да и Этериал есть. Опять же, от Иллидана можно этого Джаггера вообще не почувствовать. Гадем выходит у нас на хайграунд. Врыв пошел на Иллидана. БКБ юзает Иллидан. Будет ли драка? Нет, Иллидан просто на репликейт быстрее валить под собственный фонтан. Выходит отсюда Гот и Лил тоже сейчас Даггераут. И, думаю, ТП-аут сделает Лил. Убегает в кусты. За Лилом никто не гонится. Но откуда ему знать об этом? Рубик вышел, осмотрелся. Никого вокруг нет. Пошел дальше. Все, Даггераут и быстрее-быстрее лететь отсюда. Давайте по вещам пробежимся. У Артеса есть Скади, есть Манта Стайл, также есть Башер. Еще и 3000 сверху для Джаггера скоро появится Абисал Блейд. Появляется Аганим у нас у Гадема и Аганим для ФНГ. ФНГ пошел с память Ice in the Forest. Началось. Вся карта теперь превратится просто в канализацию, в сборище отходов и этот кислотный цвет. Я не очень понимаю, почему у нас Тренд Протектор, тот, кто должен защищать и любить лес, тот, который силами природы руководит. Настолько кислотный каст дает благодаря своему Аганиму. Ну что, пошел у нас ульт от Тренд Протектора. Просто, видимо, чтобы, не знаю, указательный палец сильно не затекал у нас в ФНГ. Нажимает на R и вот вам, пожалуйста, зачем этот ульт был нужен, непонятно. Хотя Хейры отбежали. Хейры отбежали, ушли. Афониджи перемещается на Мидлейн. У него 2400 есть, Сайт оф Вайс, Блэк Кинг Бар, Плейт Мейл для Афониджи тоже имеется. Квапа, как я понимаю, выходит у нас в Шиву. У Года. 3400 на руках, Аганим, Юул, Шадоу Блейт для Лины. У Дреда Блэк Кинг Бар появляется. После БКБ еще 2000 по золоту. Дред занимает уверенное пятое место у нас по Нетворсу. Офониджи мы видели. Что там у Элидана? Этериал Блейд, БКБ и Линкен Сфера. На дэмэдж Морф пока ничего себе не приобретал. Но тут и так дэмэджа нормально с руки для Элидана. На Артес в это время доминейтинг. Забрали Рубика и Фобоса тоже здесь забирает Артес. Но у него огромная скорость атаки. У него крутое количество дэмэджа. У него опять же все под Блэд Ластом от Гадема. Еще и Башер. Понятное дело кому лучше забирать фраги если не Артесу в куче. Команда ВП. На Т2. Должны забирать достаточно быстро. Не теряйте же вы крипа. Переагрите Тавер. В итоге потеряли крипа. Но здесь все. В принципе пачка крипов уже подходит. Ненадолго спасет здесь Тавер. И Ливен Кармор и Глиф. Хэры должны идти дальше на хайграунд. Минус 2 сделали. Должны заставить выкупаться Фобоса. Никого никто ничего делать не заставляет. Тут у нас добровольная дота. Хочешь выкупайся. Хочешь нет. Мы пушить не будем. Окей. 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 Год 4000 с собой на руках носят. Зачем столько налички? Обычной женщине непонятно. У Морфлинга 2700 есть на руках. Это после Этерила. После БКБ. После Линкенсферы. У Лила. После Даггера и ПТ. Больше ничего не появлялось. Но ФНГ мы видели. У ФНГ после Аганима еще и Робов Зе Мэджи появляется. Тренд Протектор готовится. Как я понимаю выйти хотя бы в ПТ. И свой лес подпортил у нас ФНГ. Везде все портится. Врыв пошел в Лила. Лила должны забирать. Тут даже ульты можно будет особенно не юзать. Очень быстро забирают Рубика. В это время по нижнему лайну Лина у нас движется. В Инвизе кстати под руна Инвиза Лина. Год сможет еще здесь кстати подковыряя. А у Года нет ТП Аут. Если что сделать. Нет. Есть. 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 Год улетает на собственную базу. Дуартес начинает ковырять у нас Т3. ФНГ готов ультануть. Овергроус пошел у нас от ФНГ. Иллидан начинает бить уже. Иллидан просто заходит в Айформ и летит отсюда. Иллидан отцепляет у нас волосом Дредд. И на месте остается Иллидана. Просто разорвали. Байбэк сразу же от Иллидана. Фобоса цепляют. Фобоса скорее всего здесь тоже заберут. Лагуна Блейд в Афонидже. Афонидже отправляется в таверну. Фобос на лоу ХП. Под БКБ бежать отсюда. В итоге потеряли Квапу. Игроки команды Хелл Рейзерс. Но убили Иллидана. Заставили его выкупиться. И почти убили Найт Сталкера. 20-27 по итогам файта. В принципе в ноль вообще подрались. Да здесь Лина 820 заработала. Но здесь 850 потерял Иллидан. Байбэк вообще не нужен был. Морфлингу. Ну и умирать не нужно было. Раз ведешь себя не очень. Раз подставляешься. Будь добрый байбэк. Если бы не байбэк на саморф. Тут в принципе Т3. Всю сторону на топе. Снесли бы игроки команды Хелл Рейзерса. Минус две стороны. Это уже огромнейшая неприятность. Там ВП могли бы просто-напросто не вывести. Ну и вообще есть подозрение. Что ВП не вывезут. Потому как они проигрывают 11 по золоту. По экспириенсу тоже 12 тысяч в пользу команды Хелл Рейзерс. Две тысячи по золоту для Найт Сталкера. После Аганима, после Блэк Кинг Бара. Пора приобретать что-то для команды. Думаю, самое время подумать, например, о какой-то Керасе. Или... Или-или. Опять же собрать башер. Все-таки скорость... Атака у Найт Сталкера достаточно высокая. Благодаря пассивке. Морф по-прежнему бомжует. 1250 на руках у нас у Элидана. Только-только закончился штраф. Касательно фарма после Байбека. Поэтому Морф у нас без денег как был, так и остается. Ортес опять выходит на Рошана. У него уже есть Абисал Блейд и 3200 сверху для Ортеса. Ортес по фарму всех здесь наказывает. 24 тысячи для него и 18300 всего лишь у Морфинга. Это действительно неприятность. Ортес может вообще не почувствовать Морфа. Если вдруг где-то поймает его на Репликейте. Или после проюзанного Вейформ. Ну если будет контроль какой-то нормальный над Морфлингом. То в принципе через ульту. Да и просто с руки. Но опять же через ульту. Это еще во время ульты проюзать Абисал Блейд. Ортес я думаю прекрасно умеет это делать. Морф конечно может не вывести. Вроде и Лейд такой серьезный. А с другой стороны по количеству фарма. По наличию серьезных артефактов. Тут у Морфа всего ничего. БКБ, Этериал и Линкен Сфера. Причем Линкань не такой важный артефакт для Морфлинга. При том что есть БКБ. Демеджа не добавляет. Да статы немножко поднимает. Но чем убивать пока что непонятно. По нижнему лайну. Хелл Резерс. Ортес просто как сумасшедший. Начинает наваливать у нас по собственному репликейту. Ну наверное и правильно. Ортес на лоу хп. Сейчас может потерять Аегис у нас. Года развалили. Байбэк сразу же от года. Сюда все приходят. Иллидан начинает погать дему. Грызть. Ну зачем тебе крипы Иллидан? В Ортеса. Через Этериал Блейд. Ну и Иллидан перекачивается в силу. Никуда Иллидан отсюда не уходит. У него нет байбэка. 100 секунд не будет Иллидана. Хэры на лоу хп. Ну хилингвард разбили у нас Ортесу. У него есть Аегис. Поэтому можно и умереть. Все Ортес у нас погибает. Фобос дальше за горцем. Но сейчас станет Ортеса. И будет мстить за всех своих тиммейтеров. Манта стайл имеется. Надо просто заходить на хэграунд. И сносить одну из сторон. 80 секунд еще не будет Иллидана. Ортес это понимает. Фобос Иллидану ничего здесь не сделает. Ой, Фобос точнее Ортесу ничего здесь не сделает. Ортес. Перед Т3. Глиф закончился. Т3 рассыпается. Дальше. На бараке. Фобос боится подойти к Гадем недалеко. И Гадем может ворваться в любой момент. Если кого-то зацепит, Ортес его заберет. Дрэд на Рубика. А Рубик бежать отсюда. Ортес. Что за походочка. Очень смешно под Бладбластом бегает у нас Джаггернаут. Или это только мне смешно. 6200. Короче говоря, для команды Хеллрейзерс на мейн кире. Если убьют Ортеса, Ортес байбэкнется 500 раз. И 800 артефактов себе может купить. С таким количеством денег. Ортес пошел через Блейд Фьюри. Нападает на года. Пока что Абисал Блейд не юзает. Ждет, когда придет к нему Иллидан. Иллидан к нему, скорее всего, в этой игре уже не придет. Потому что это ГГВП. И команда Virtus.pro Polar проигрывает данную игру. Они вылетают из турнира. Это первое поражение. Это был первый матч в сетке Лузеров. Поэтому ВП первый, кто покидает данный турнир. Ну что, поздравляем команду Хеллрейзерс. Они выходят на Империю. Это будет финал Лузеров. И победитель пары Империя против Хеллрейзерс. Выходит у нас на Na'Vi. Которые уже в гранд-финале ждут своего оппонента. Ну что, поздравляем команду Хеллрейзерс. Посмотрим, что у нас будет дальше. Дальше у нас Эмпайр и Хэр. И смогут ли Хэр еще раз встретиться с Эмпайр. И хоть что-то им сделать. Первая игра Хэр и Эмпайр закончилась в пользу Империи. С большим преимуществом вторых. Ну, теперь, может быть, раскликались у нас Ашеры. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Пока что не переключаемся. Небольшая пауза. И через несколько минут ворвемся на матч Хеллрейзерс против Эмпайр. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте. И подписывайтесь на нее. А то-то все вы заходите, смотрите. А от этого фолловеров у нас не прибавляется. Но у нас, чем больше будет фолловеров ВКонтакте, тем больше у нас возможности оповестить вас о дальнейших кастах, о матчах, которые будем стримить. Ну, и обо всем интересном в жизни нашей студии. Напомню еще раз, это студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Через 2-3 минуты услышимся. Продолжение следует... Продолжение следует...